добрый день уважаемые трейдеры сегодня 9 февраля среда представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который с большим любопытством вы рассматриваете меня за спиной на ежедневной основе так сегодня несколько статьи у меня правда не все вышли управление энергетической информации сша опубликовала свои прогнозы на цены цены на нефть которые выше на 10 процентов чем предыдущие но все равно эти числа ниже тех которые сейчас мы видим на своих нефтяных графиках и об этом об этом кстати вот статейка я хотел показать эту цену чтобы вы примерно понимали то есть они планируют в районе 80 до американочка на мы сейчас стоим но как бы слегка больше но меньше 90 но все равно в районе 80 очки ну я думаю плюс минус в эту зону мы еще придем целом не раз вот но на следующий год планируют еще на 10 долларов ниже то есть 150 я думаю мало кто знает сколько она вообще будет стоить это не да но как минимум прогнозируют цены и на текущий на следующий год ниже тех которые мы сейчас наблюдаем но в общем и целом выше тех которые прогнозировались что еще интересно аналитики почему потихонечку говорят о том американские что оказывается фондовый рынок сша уже учел все поднятие возможные ставок ну а что тут у нас осталось до весны то всего месяц два вот фондовый рынок друзья мои подрастает подрастает и вот поэтому аналитические риторики потихонечку меняются биточек вчера дал мощный пин бар и отскочил отскочил от 45 тысяч долларов естественно все говорят о том что это произошло потому что трейдер начали фиксировать неожиданно большую прибыль которую они могли увидеть после своих инвестиционных ланговых потугов ну и торговая идея по моему по европольской злот которую мы обсудим с вами на графике поехали итак начнем золото золото друзьям и растет растет и это вписывается вписывается в мой сценарий рост этого инструмента снизу у нас есть трендовая поддержка я показываю вам таймфрейм d1 не падайте в обморок такие таймфрейм бывают уже несколько дней идет рост все это все это бычье все это бычье вакханалия началась от пин баров которые прошли на мощных новостях по идее укрепляющих американский доллар и наклоняющих золотые котировки должны ность были их наклонить довольно глубоко но но трейдунишки вы купили эти новости вы купили получились такие вот пин бары вот о которых мы будем с вами говорить в рамках мои моих мастер-классов по price action вот которые стартуют уже завтрашнего дня я уже кое-что вам записал сегодня буду монтировать так что говорю по золоту многие многие не видя до общую такую картину как вот сейчас у меня прорисован вот этот треугольник опираются на вот эту шартовую инициативу и хотят продавать хорошие на самом деле идея если бы подход к трендовому сопротивлению не был очередным смотрите раз два три четыре и это подходит уже 5 5 подход как вы понимаете это все может закончиться пробоем поэтому я ожидаю как минимум обновление января месяца как минимум обновление января скорее всего будет вы нас вот прям хороший и января и ноября месяца в том числе а может быть даже и вообще всего двадцать первого года я не сторонник конспирологических теорий что золото будет стоить две тысячи или три тысячи или пятьсот тысяч или сто пятьсот тысяч я просто по вижу да что на лицо нас давление давление на уровень наклонный правда не горизонтальный но он очень четкий у все его видят вот впереди у нас инфляция она будет завтра и на инфляции на инфляции ну не думаю что будет прорыв на инфляции потому что ну конечно далековато даже в самые такие волатильные денечки ну в среднем в среднем золото ходит на 300 пунктов по четвертому знаку 350 а нам до хаёв еще как бы слегка ну вот по 300 по 300 даже если инфляционный день растянется то мы будем только на пределе вершины прошлого января прошлого вернее до месяца января месяца но в любом случае те кто зацепился с этих пин баров ждите как минимум обновление января на то же самое у нас происходит по по серебру по серебру очень интересная ситуация говорил о том что есть интересный пин барчик который у нас закрылся на недельном таймфрейме я с него немножко подкинул ланговых дровишек и жду жду роста на роста серебряных котировок собственно все на железки пока сигналят за ланги поэтому и запрыгнул собственно в золото как самую бесноватую железку из всех которые мы с вами рассматриваем так ваш любимый евро доллар значит стоит пока как рыба облёт я бы не стал бы здесь рекомендовать занимать какие-то позиции почему потому что вы будете вынуждены друзья мои ставить очень большие стопы вот и рентабельность ваших сделать будет очень небольшое поэтому поэтому чтобы чтобы себя успокоить вашего внутреннего игроманчика рекомендую натянуть расширение антонио фибоначчи на импульс который произошел у нас феврале месяце половина из которых как казалось многим коррекция а вторая половина это заявление кристин лагард ястребины естественно вот и если если еврик откатит связи с разными причинами хотя бы на 61 фибу на уровень 113 там 400 500 хотя бы на 61 лучше на полтинчик то вот отсюда было бы здорово здорово поработать в ланге у вас будет хороший запас хода вы купите практически в полцены у вас под вами будет импульс под вами будет я извиняюсь кристин лагард для кого это новость возможно и порадует кого-то вот но все покупки выше должны быть только с какими-то короткими стопами потому что противном случае вы будете не в рентабельности фунт доллар фунт доллар я рассказывал про свою бородатую торговую идею по лангам по этому инструменту я жду повышение легкого повышения котировок порядка десяти тысяч пунктов по пятому знаку я слышу что многие сейчас упали со стулов и лежат не понимают что что я такое несу правильно делаете потому что амбициозная торговая идея отрабатывать с меньшей вероятностью чем менее амбициозных но понижая таймфрейм и вы можете добиться возможности за захода с очень-очень хорошим от ожидания ну например то что происходило в нас на прошлой неделе от импульса который произошел у нас в январе по фунту был откат ровно в пятьдесят процентов и кто подкидывал сюда ланге и сейчас могут находиться даже уже без убытки на 800 пунктов по пятому знаку ну в принципе осталось всего девять тысяч двести пунктов и вы у цели а цель я считаю это котировочка 144 почему бы нет почему бы нет здесь есть площадочки интересная это уровень как раз брекиста и было бы любопытно здесь увидеть цены цены и это было бы здорово на самом деле по большому счету вот эти бычьи тенденции что что по фунту что по евро что кстати по австралийскому доллару и по австралийскому доллару здесь даже было интереснее вот этот импульс который произошел у нас от ложного пробоя года до он же ведь тоже давал полтинчик по фибы видите вот здесь вот очень многие инструменты через доллар где доллар находится в качестве котируемой валюты давали вот эти тесты полтинчиков вот они напоминают что этот пробой у нас был очень важный по австралийцу он обновлял нас двадцатый год и двадцать первый год мы здесь с вами работали на повышение помните так вот первый импульс от ложного пробоя давал потом откат 50 процентов и те кто зацепился с него дают тем дают уже под 1000 пунктов друзьям и поэтому вот такой вот кореляшка кореляшка по евро доллару поглощение недельное по фунту я собственно вчера расписывал подробно по австралийцу тоже коррелирует так что к чему и собственно это все говорю к тому что казалось бы до поднятия ставок и и угрозы паула ужесточение и сворачивание и сначала сворачивание потом ужесточение ужесточенное сворачивание свороченное ужесточение не так далее должно накошмарить форекс трейду нишек чтобы они бегом бегом бежали покупать американские доллары но как мы видим такие среднесрочные тенденции на валютном рынке почему-то нам говорят совершенно другом я считаю что это все связано с тем что рынок уже давно все заложил и то что мы увидели до перед этим там падением все евро это это народ уже закладывался заранее но я между народ который с головой дам закладывался на на эти ставки все на повышение ну вот теперь собственно тенденции меняются это как бы понимаете как так такой вот и индикатор до который опережающий то есть даже даже вот взять к примеру вот все таки кризисы тут ну все возьмите вот к примеру что предшествовало кризису по евро доллару да смотрите еврей падал с 18 года по 20 падал 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 на тебе кризис и потом мы почти два года росли и по по многим инструментам можете проверить то есть кризисы ну тот кризис двадцатого года он был кульминацией какого-то предыдущего большого движения так и здесь вот эти изменения ставок то есть падали падали заряжали заряжались и и осенью объявили о том что вот все ставки и так далее и казалось бы тут остался буквально месяц-два до них и все и тенденции меняются понимаете то есть кто кто опирается на фундамент те очень здорово опаздывает понимаете опаздывает поэтому фундамент это это уже поздно так перейдем к доллар иене про доллар иену я рассказывал вчера интересная история о том что этот инструмент должен обновить хая как минимум двух последних недель двух последних не день и и сегодня я так понимаю на азиатской сессии до на азиатской сессии на маленькие азиатские три дунишки стали напрягать свои депозитики на укрепление доллар относительно иены и почти почти пробили пробили вот это недельное двухнедельное сопротивление но я считаю что это еще не все потому что пробоя как такового не было у нас осталась площадка и вот этот добычек он все равно рано либо поздно будет вот вопрос рентабельного захода понятно что отсюда покупать уже поздняк вот но те кто опирался на поглощение недельный отец от катика могли купить очень даже по хорошим ценам и быть в плюсике уже на почти тысячу пунктов по пятому знаку доллар канадец доллар канадец самый загадочный для меня инструмент на сегодняшний день честно говоря нет у меня понимание куда он пойдет потому что нет стало неплохо корректируется сегодня еще выйдет запас нефти в сша не знаю куда куда этот инструмент затянет вот есть у него и сверху подрезки и снизу общие общие вот такие вот тенденции ланговые пока надо выждать каких-то подтверждающих сетапов потому что этот инструмент нужно торговать исключительно по самым лучшим сетапом которых пока нет переходим к нашим кроссовым инструментов которые мы анализируем и торгуем в рамках сеточного метода торговли канадец иена канадец иена нам нам интересно только в шарты выше вершины прошлого года франк иена также пока вне зоны наших интересов только выше вершины прошлого года канадец франк внутри диапазона ждем когда выйдет по краям и будем работать сетками лимитных покупок и продаж а вот новозеландец канадец который мы с вами набирали сегодня предпринимает героические ланговые потуги для того чтобы осчастливить нас закрытием ланговой сетки ланговых лимитников которые мы вами устанавливали еще в январе месяце и которые я уверен вам уже порядком поднадоела эта сетка лангов особенно если у вас на счетах накапливаются свопы если вы не хотите чтобы вас накапливались свопы и вы еще не открывали счет компании инстафорекс обязательно напишите по почте который будет находиться под этим видео запрос на то чтобы у вас не накапливались свопы через мою партнер очка ночного зеландец канализ что здесь где я буду выходить его набирал ланги и жду зеркала но дело в том что по этому инструменту четкого зеркала нет нету четкого зеркала то есть у него было зеркало вот здесь древние мы его тестировали и она собственно очень слабенько отрабатывалась поэтому я жду вот буквально с минуты на минуты пробой вот этого уровня фактически на котором мы стоим для того чтобы закрыть всю сетку покупок которые у меня растянута примерно вот на 150 пунктов по четвертому знаку если вы прям вообще думаете где же выйти побыстрее выйти скоррелируйтесь через до новозеландец франк если вы набирали у него зеркало четко как только новозеландец франк оттестирует свое зеркало и пробьет вот эти два пин бара да буквально сколько тут буквально 20 пунктов осталось кройте обе сетки по новозеландцу канадцу и новозеландцу франку собственно выводите денежки это полезно для организма доллар франк доллар франк продолжает спать в своем диапазоне и не дает нам возможности набрать ни покупки ни продажи потому что не хватает волатильности этому инструменту вот и мы его не трогаем австралиец канадец австралиец канадец продолжает штурмовать хая твои ждем ждем его пониже если его сюда закинет форекс судьбинушка австралиец новозеландец пока тоже вне зоны наших интересов только только выше 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 нам нужно синие зонах расположить свои лимитнички евро кат тоже пока отдыхает не трогаем его евро франк здорово подрос после крестин лагард если даст перелой обязательно его поймаем вот и собственно самый перспективный на набор и самый загадочный лично для меня инструмент европольский злотый который подваливает подваливает и начинает давить уже на минимум января текущего года и августа 2001 и собственно это приближает нас к мысли о том что было бы неплохо подхватить в ланге этот инструмент через каких-то уже 20 пунктов ну это я так понимаю пару дней пути и тут бы тут бы его поймать пощупать этот инструмент на предмет на предмет набора сетки лимитных покупок франки я вернее фунт иена фунт иена ставят меня тоже в такое сложное положение я стою долгосрок по фунт доллару ну вот фунт иена тоже растет и и и есть мысли набрать его шарты я никогда этот инструмент не торговал сетками вот и есть есть опасность в ляпаться вот но если под закинуть сюда небольшие объемы с с шагом допустим в 500 пунктов то я думаю ничего страшного не должно произойти тому же этот инструмент уже прошел как бы нифига себе 32 тысячи пунктов а на пробой это будет уже 35 поэтому я думаю но до 40 тысяч его можно набрать так ну еще один опасный парень еврофунт все-таки все-таки клоняться вниз и это может привести все-таки к нашей давней несбыточные до сегодняшнего дня мечте на пробоя февраля двадцатого года пожалуй это единственный инструмент который еще не обновлял свои пандемийные экстремумы так нефтяночка нефтяночка подваливает подваливает потихонечку подваливает я знаю некоторых внутри дуниша который продолжает еще охотиться за 86 уровнем за вот этими лаями за этой площадкой и кстати очень здорово видно на часе выглядит она вот следующим образом мне не удалось не удалось зацепиться сюда хотя хотя вот здесь был паттерн давления вот здесь видите и можно было на него с него зацепиться с этого паттерна давления вот оставить на пробой это бы принесло свои плоды но я смотрю здесь но снова начинают давить скорее всего здесь тоже будет пробой вот но с точки зрения охоты за стопами этот инструмент этот инструмент к сожалению однозначно не подходит поэтому мы можем его использовать просто как поводырек для наших кросс-курсов с канадским долларом доллар рубль демонстрирует чудеса героизма я имею ввиду наша национальная валюта укрепляется к американскому доллару а доллар рубль потихонечку слабеет ну а во первых во первых нужно понимать что с одной стороны немножко снизилась геополитическая напряженность вокруг украины раз после заявления зеленского с другой стороны с другой стороны американский доллар в принципе сейчас слабеет ко многим инструментом на рынке форекс да и мы это видим через евро доллар через фунт доллар и через там австралийский доллар к американскому поэтому заслуг заслуг нашего центробанка это только удержание 80 вот но как бы здесь понятно что уровень важный и центробанк здесь его защитил но с другой стороны каких-то сетапов на заход тоже тоже пока нет потому что сверху площадка снизу площадка вот я думаю что скажем так для многих жителей российской федерации котировка 75 рублей за американский доллар это спокойное число которое которое не бередит душу этих людей как с точки зрения каких-то ожиданий особых да так и с точки зрения страхов так переходим переходим на некоторые инструменты по фонде аэрофлот подрастает кстати напишите кто держится на аэрофлот ниже полтинничка но я имею на спать и сбербанк тоже прет как танк я его не успел купить мне почему-то не понравилось котировки вот здесь по покупкам хотя можно было это сделать и американские фондовые индексы s&p и nasdaq сегодня растут и росли вчера нет на самом деле здорово буржуазные аналитики говорят о том что оказывается оказывается фондовый рынок сша уже заложил в себя увеличение процентных ставок я вот смотрю на графики думаю где же он дорогой это заложил скорее всего на вот этом падении то есть когда мы падали вот в этот момент и закладывалась увеличением процентных ставок кто сейчас смеется поставьте лайк под этим видео криптовалютки криптовалютки вот это красное вот этот красный удав на моем графике это скользящая средние 50 которые очень любят буржуазные аналитики и говорят просто мистические вещи по поводу этого красного удава именно он по их мнению предсказывает движение разных инструментов и это нас настоящее чудо друзья мои давайте его удалим и так что произошло вчера вчера произошел день закрылся вчера пин баром по биткоину и все говорят о том что это произошло потому что те несчастные трейдунишки которые сидели в просадке последние несколько недель увидели какой-то плюс и с горя нажали кнопочку зафиксировать прибыль афикси фиксация на покупок это продажи и биткоин сразу естественно под сдулся и все стали дружно писать что котировочка 45 тысяч долларов не была преодолеть преодолена вот таким вот образом сейчас происходит аналитическая борьба за внимание крипто трейдеров что думаю я по биткоину ну вы помните мои древнерусские истории до купить биткоин в полцены и поддержать его несколько десятилетий до котировочки хотя бы 70 тысяч долларов за одну крипто монету я не такой амбициозный как роберт киосаки и пожалуй до миллиона долларов за один биткоин я не доживу но я знаю много трейду ниши которые хотят заработать в более краткосрочные перспективы по биткоину и у меня для них есть хорошая новость дело в том что вот эта инициатива которая прошла по биткоину она осломила ну как минимум так вот на нижнем диапазоне среднесрока на шартовую тенденцию но если поставить а4 то это выглядит вот следующим образом мы падали 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 а потом почему-то падать перестали и соответственно вы друзья мои можете на этот импульс опереться в своих ланговых мечтаниях обогатиться на этой криптовалюте с коротким стопом сделать это можно двумя способами первый вы можете растянуть расширение фибоначи царство ему небесное от этого минимума да и увидеть что откат в 50 процентов будет в районе 40 примерно тысяч долларов чуть ниже 40 тысяч долларов где все будут кричать аналитики о том что bitcoin пробил 40 тысяч долларов и перестал расти и вот это друзья мои . будет для вас очень интересные для набора ланговых позиций именно в этой точке приступе вот таком у вас прибыль будет вот такая примерно один к одному но если вы амбициозный крипто трейдер то можете оставить эту позицию ну туда где ждет роберт киосаки и помечтать о миллионе долларов за одно крипто монетку принципе то же самое то же самое происходит и по эфиру тоже был импульс тоже возможно будет откат возможно его вообще никогда не будет но если он произойдет вы можете подбирать этот инструмент в ланге для тех кто купил крипто монет в полцены как я рекомендовал несколько недель назад и просто удерживают позиции и чувствует себя инвесторами добро пожаловать в этот чудесный спокойный и размеренный мир маленький крипто монетки такие как риппл и догик тоже тоже интересны особенно риппл риппл вообще бахнул мрачно и если вы натянете и сюда расширение фибонач что увидите что здесь тоже есть интересный запас хода на рост и . ваших ланговых мечтаний будет находиться вот в этой зоне так 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 что еще да я вчера купил мету 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 но в фейсбук да скажем так по 220 в рамках инвестиционной идеи я понимаю что компания хреново отчиталась но я считаю что по таким ценам почему бы ее не брать до при цене почти в 400 купить по 220 очень даже неплохо ну понятное дело что конкуренция все такое но цены шоколадные шоколадные еще не купил twitter я не купил забыл купить twitter сегодня куплю давайте перейдем к ответам на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео 25 комментариев наталья спасибо андрей не дремь без обзоров мастер-классов отлично отлично ведь как я посадил вас на свою аналитику но на самом деле на самом деле моя миссия совсем в другом чтобы вы дорогие мои слушатели переняли возможно какую-то часть моих логических цепочек и стали самостоятельными боевыми единицами которые не зависят от ни от кого в том числе и от меня так наталья анри спасибо почту ждем почта появилась появилась должно быть вчера может быть сегодня появится сегодня точно появится я попросил до появится почта и пишите мне на почту различные истории из вашей трейдерской жизни либо пожелания либо все что вы хотите так влад здравствуйте по крипте не участвовал но отвечая на ваш вопрос скажу что мне больше нравится средний срок по этой причине сижу в ветке новозеландец а в сижу все-таки в новозеландец канон спасибо за ваш труд ну спасибо влад за ответ средний срок понимаете когда вы рано либо поздно перейдете в ну скажем так на займетесь инвестициями фондовый рынок то вы поймете что понятие средний срок она шире того который который скажем так насажен в форекс мире средний срок это месяц и месяц и на самом деле и инвестиции в криптовалюты которые рекомендовал делать полцены это также месяц и ну полгода к примеру почему бы нет ну даст там 10 20 30 процентов почему нет как минимум обгоните доходность s&p 500 за которым из-за которой гоняются все крупнейшие хедж-фонды и да и частные трейдеры в том числе поэтому друзья мои я плохого не посоветую рано либо поздно вы все равно будете торговать дольше долгую и чем реже вы будете торговать тем больше вы будете зарабатывать даже если вы мне сейчас не верите александр мор на добрый день три классного взорка всегда лайк помню охоту за фунтом 135 так на данный момент зацепился в лонг по поводу процентной ставки и бедных европейцев в германии за ипотеку 25 тысяч евро приходится платить примерно 0 9 1 на 2 процента годовых я бы не сказал что это много спасибо за работу ну да я вчера естественно с сарказмом говорил о том что мы будем помогать европейцам платить ипотеки потому что у них поднимут процентные ставки ну просто просто повеселился повеселился да вот такие вот ставки должны быть в нормальных странах друзьям так что у нас еще интересно роман николаевич не все-таки закрыл на зеркале до роман николаевич раскинул свои коварные сети и заработал на нефти молодец я видел вот но к сожалению к сожалению я не не поддерживаю сети по нефти тем более тем более шартовая я понимаю что там индикаторы перекупленная перепроданность перепроданная перекупленность магдиш магдис то хайстики блохастики пересеклись и звезды сошлись вот но все трендовые инструменты могут очень здорово наказать сеточных тридунишек константин по фунту помните времена фунт доллар меня тогда хорошо покормил меня тоже меня тоже потому что это был один из самых крупных трендов я я это называют тренд года вы тоже должны находить и периодически стремиться и запоминать и вызывать из прошлого вот эти вот эти сделки которые приносили вам по пятому знаку тысячи либо там 10 тысяч пунктов вы должны такие вот рекорды ставить чтобы потихонечку переходить в кол в класс таких дальнобойных среднесрочников еще раз говорю чем реже вы торгуете и тольше удерживаете позиции но по вашим планам тем лучше для и психологии и роста вашего депозита однозначно и наоборот чем больше вы сделок совершаете тем меньше денег зарабатывать это друзья мои однозначная прописная истина много раз встречал подтверждение среди разных в том числе и крупных трейдеров управляющих так галактический товарищ старые три дуны внимательно следят смотрят все видео стараются не отсвечиваться лишний раз по старой привычке вот так все под контролем так наш польский друг из всех железок утер нос алюминий недалеко до обновления хайо в 2008 года ну вот видите алюминий ушел да ну я как бы за всеми железками нет не наблюдаю вот так как делаю обзоры для компаний инстафорекс поэтому у них может быть есть фьючи да но скажем так на спатье алюминия пока нет а там же еще кстати еще и медь у нас да так александр сергеевич многие погибнут на этих покупках по фунту ну что поделать что поделать понимаете даже если вы например александр будете всем говорить покупаете рубли доллары по 20 рублей за или 30 рублей за доллар да то вам по большому счету никто не поверит да но если допустим погрузиться в двухтысячные года прошлого прошлого нашего героического прошлого вот допустим представьте что вы попали в прошлое и бегаете по улицам кричите люди люди покупайте доллары по 20 рублей по 30 рублей не знаю там по 15 и вам никто не будет верить ну так вот так вот и и большинство наоборот сделает все все наоборот продаст свои доллары и останутся в рублях так человек устроен понимаете на то что я вот рекомендую делать понятно к я задал какое-то серьезное направление но я показываю на какие импульсы нужно опираться соответственно зайти импульсу ставить стопы либо потом тралить то есть я в отличие от аналитиков таких но не хочу сказать сказочников а вот аналитиков таких которые говорят вот идем туда товарищи я все-таки ближе к сигнальным аналитикам которые говорю мы идем туда но с опорой на вот этот импульс и с рисками за вот эти инициативы и с этими тейками потому что у меня метод довольно четкий прозрачный который предполагает абсолютно четкой установку как стоп-лоссов так и тейк профитов так чат и чат и чат и да да вижу все письма которые приходят по поводу чатов собираю всех сейчас на этой неделе уже все четко определимся с форматом и всех запущу в чат и буду будем общаться и кстати будем делать разбор и сделок скорее всего каждую неделю как это было несколько лет назад я люблю делать разбор и сделок в рамках price action дневного и импульсного метода торговли очень полезная штука невероятно мощный такой прокачивающий момент для трейдеров которые поднимают и боевой дух на строение и заряжает правильным позитивом трейдерским на всю торговую неделю такой дар у меня есть слава богу так денис крылов купил прикупил биткоин двумя частями по 35 33 также взял так это я понимаю эфирчик да по две с половиной отлично ну и всякой мелочевочки по чуть-чуть хочу прислушаться к вашему совету удержание на долгосрочку до срочку дамки спасибо звоните всегда приятно разбирать рынки с вашим советом супер супер вот видите хоть кому-то хам кому-то помог так игорь мемная крипта выросла на 30 процентов биткоина 13 это связано с тем что мемная крипта была почти у самого дна на около 0 а в то время как биткоин далеко был от нуля по этой причине купил догика не биткоин ну я принципе об этом говорил еще но месяца два либо три назад что вот тот же догик и там ripple и кто-то еще стоят ну скажем стоят в нуле просто фактически близко к нолю поэтому их можно было набирать в свое время но когда когда все попадало попадала я между из крупных крупных монеток то вот вот эта вся ерунда она не она не так сильно не упала потому что правильно угарите падать было никуда но все-таки на кризисе я продолжаю как бы утверждать о том что нужно выбирать самые сильные самые сильные монеты опять же это логика логика сводится я уже говорил о том что представьте себя управляющим в хедж-фонде примеру деваться собирается допустим все инвесторы и говорят итак друзьям дорогие наши отцы основатели инвесторы нашего хедж-фонда поздравляю у нас кризис да все попадало все все дешево стоит фонда криптовалюты куда будем инвестировать наши миллионы вот и вы выходите как допустим не знаю там старший аналитик либо управляющий грите а давайте-ка возьмем и на все деньги купим доги коин а другой выходит и говорит а давайте-ка купим все-таки лучше bitcoin да и к кому кто из вас в итоге получит карт-бланш на осуществление этой операции как следствие возможные бонусы и комиссионные скорее всего конечно тот кто предложит покупать биткоин там эфир я понимаю что догик там и стрельнул и он молодец но понимаете толкнуть догик может даже обычный илон маск написав один пост в твиттере а вот двигать двинуть биткоин он к сожалению не сможет потому что там нужно много илонов масков понимаете и этот как бы инструмент из из этих всех монеток более надежны с точки зрения вот среднесрочно долгосрочных инвестиций которыми занимаются хедж фонд именно по этой причине в кризис нужно выкупать мощные компании пошла и будет ли мы покупать маркет-мейкеры у меня такое мнение я его не меня так крил бонд жду по ждал по битку 35 я говорил о том что биток нужно набирать частями частями зацепились одной частью молодцы могли зацепиться двумя частями возможно еще и дадут зацепиться второй частью поэтому вот такой полусеточный способ торговли когда вы разбиваете позицию на две-три части он позволяет потом не кусать локти это поверьте не очень удобное занятие руслан головку спасибо за обзор у вас отличное чувство юмора спасибо это по настроению ваш обзор не столь приятно смотреть еще и весело даст нетерпения между очередной мастер-класс по price action был интересно было что за странный свечной анализ вы рассказывали ранее свечной анализ ну да 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 сегодня буду монтировать ролик должен выйти в четверг так хочу в чат почты не нашел почта должна быть должна быть уже в этом видео под этим видео алекс опять не выдает видео выведомления это вопросы к ютубу на к гуглу вернее роман белок приветствую купил bitcoin по 39 35 спасибо поздравляю так артем кон приветствую спасибо за аналитику по вашей случайной рекомендации фунтику зацепился с полтинничка очень круто очень-очень конце января держим в космос великолепно артем великолепно чат и чат и будут чат и все уже почти запускаем игорь взял криптов пол цены теперь будут хорошем плюсе будем ждать так что плюс стал больше так и будет эфир зацепил от полтинничка взял по 56 супер супер друзья мои все вы делаете правильно так напоминаю что что основным событием этой недели является у нас инфляция которая будет завтра и основная волатильность под долларовым инструментом будет завтра на этом мне все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока